Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл и я разработчик спиннингов Nord Stream. Сейчас я хочу представить вторую часть нашего видео про спиннинги Spyker. Это новая серия. Если как бы не смотрели первую часть, вкратце расскажу. Спиннинги производятся в Китае, достаточно известной корейской компании. В этих спиннингах собрано все, что можно сделать в варианте, условно говоря, топа по материалам, которые можно сделать в Китае. Чувствительность, надежность, посылительность, все это здесь есть. Но в первой части мы рассказывали про спиннинги, которые в принципе были оптимизированы под джиговый ловлю. Это была 822 длина, то есть 8 футов 2 дюйма. Сейчас же у меня в руках более короткие варианты. Это 7,4, 7 футов 4 дюйма, то есть по сути длина получается у нас 223, 224. Вот. И это немножко необычные спиннинги тем, что они сделаны в концепции джиг и твич в одном инструменте. На самом деле сделать это было достаточно сложно, потому что требования к джиговым спиннингам и к твичингу они в принципе разные. Но вот получилось нечто, чем можно вполне себе уверенно с одной стороны ловить на джиг, но и с другой стороны твичить воблеры. Что я сделал? Очень важный момент. На бланке написано два теста. Вот в данном случае у меня самый легкий вариант. Это по джигу тест по забросу от 10 до 28 грамм, а вот по твичу это 7,18. Почему немножко вот так странно? Вроде как бы твич даже меньше тест. В принципе это удилище спокойно забрасывает 7 грамм. Но почувствовать джиговую именно проводку с 7 граммами невозможно. Поэтому на джиге тест больше, на твиче тест меньше. Твичевый тест позволяет в принципе уверенно продергивать весь диапазон воблеров, которые попадают вот в эти вот цифры от 7 до 18 грамм. Значит по строю все без исключения 742 спайкеры, а их всего три штуки, о каждом расскажем отдельно. Они все сделаны в концепции среднего быстрого строя и при этом имеют достаточно жесткую вершинку. Минус какой? Естественно за все надо платить. Минус в том, что при джиговой проводке, если будет довольно сильный ветер, ну вот сейчас например нелегкий, не слабенький совсем, то увидеть именно визуальное падение будет несколько сложнее, чем на джиговом инструменте. Ну вот там на 822 спайкере. С другой стороны, чувствительность рук у него выше. То есть имеет смысл вот этими моделями в джиге ловить либо на уверенно твердом дне, ну и еще лучше на течении. Хотя в принципе стоящая вода, у меня тоже работал со слабым течением, все это можно. Но тогда надо понимать, что если тест спиннинга 1028, то нормальная визуализация будет грамм от 12. Либо уже тонкие плетенки. Вот, но это все в принципе лирика. В любом случае надо все это вам показать сейчас, чтобы вы это увидели. Поэтому начнем. Вот у меня 10 грамм, пороломка, что уже по себе усложнение задачи, потому что поролом как бы похуже отрабатывает падение на дно. Сейчас посмотрим, как все это дело у нас летает и чувствуется. То есть вот вершина у меня, естественно, там подзагружена уже. При этом видно, что это не фаст, это именно классический регуляр построй, который и в джиге и в твиче как бы один из самых оптимальных. Делаем заброс. Заброс легкий, палка кидает. В принципе, конечно же, это не река с меня по дальности, из-за длины и строя, но вполне себе так ничего. Вот делаем проводку, тут сейчас мелковато. Смотрим, как работает вершина. При этом самое интересное, что даже падение 10 грамм у меня на чуть более плотном дне отражается уверенно в руку. Собственно говоря, падение видно. Не знаю, как передала камера, но это, конечно, не джиговый вариант падения, но вполне я вот себе спокойно, четко замечаю поводение и приманки на дно. Значит, по максимуму. Наверное, дергать вверх я не буду. Не вижу в этом смысла по одной простой причине, что спиннинг джигового направленности, поверьте мне, подбрасывает он все в пределах своего теста. То есть 28 грамм плюс 3 дюйма приманка, спокойный, четко уверенный подброс. Ну и, естественно, это же большой плюс. У нас нормальная, хорошая, уверенная подсечка того, что там судака. Поэтому сейчас я вам покажу, как все это дело работает на воглерах. Мы сейчас возьмем воглерочек 7 грамм. Я покажу, как оно подтвичит, как работает бланк именно на минимальных весах. Ну, а дальше уже поставлю что-нибудь грамм 18, чтобы можно было четко оследить, что и как. Так, вот у меня здесь такой походный наборчик. Ну, что, трикорольчика. Трикорольчика, который 83F. Это универс примерно, ну, грамм 7 как раз и есть. Вот. Здесь тем более мелко нам слушаем, что-нибудь не сильно глубоко идущее. Вот. Мы сейчас покачаем. Видно, что вершина, в принципе, уже загружается. Вот. Смотрите, как он полетит. Ну, видно, что проблем особо нет. Сейчас заброс против ветра. И теперь работа. То есть я вот сильно, достаточно уверенно дергаю. Спиннинг отрабатывает. Приманка из воды не вылетает. То есть это говорит о том, что, в принципе, это абсолютно нормальная упоречность воблера. Кстати, трикорол очень неупористый. Поэтому практически любые воблеры с весом 7 грамм можно вот так уверенно пиличить. Еще раз покажу. Смотрите на работу бланка. Сразу говорю, заброс против сильного ветра. Вот так мы дергаем. То есть средний быстрый строй позволил мне, с одной стороны, нормально работать с не сильно упористыми воблерами. Вершинка отрабатывает. С другой стороны, видеть падение джиговой приманки на дно. Вот в этом, на самом деле, вся вот эта концепция именно джига-твичевого инструмента. Потому что, на самом деле, очень много людей просили нечто подобное, чтобы одним бланком закрывать и джиг, и твич. Чаще всего там какая-то большая вода. Ну, или даже не очень большая. Вот, но вот, сподобился, сделал. Бьем. Вот прям совсем уже сильно бью прям. Немалажный момент. Что делать с ручкой, да? Потому что под твич нам нужна рукоятка максимально короткая. Под джиг нам нужна рукоятка, чтобы удобно лежала под локтем. Поэтому я сделал единственный вариант, который нашел. Я сделал достаточно большой форгрип. То есть, для чего все это дело? Объясню. Во всей серии вот джига-твичевого спайкера, да и джиговых тоже, довольно длинный форгрип. Поэтому, если вдруг вы ловите в каких-то довольно жестких условиях, и вам нужна большая рукоятка, потому что по забросу проблем нет. Проблема именно, когда вы работаете с джиговой прибанкой или при уваживании. Обычно я делаю вот так. Все. И у нас получается, что я вот так контролирую джиговую проводку. Рукоятка у меня четко под локтем. То есть, уже есть уверенный рычаг и для подбросов, и для вываживания. Вот, рекомендую. Можно, конечно, вот так вот это делать, но тут уже как кто сможет. Посмотрели низа. Сейчас мы поставим верха. Верха у нас 18 грамм, поэтому здесь у нас довольно мелко. Я поставлю воблер джокер. Как раз вот это довольно упористый подповерхностный воблер, который мы применяем чаще всего при ловленных меляках. Ну, вот здесь как раз чистый меляк, а тут правда не будет. Вот он логер джокер. Примерно там где-то около 18 грамм весят. И как раз очень-очень упористый для своего веса. Вот. Сейчас мы покажем, как будет не проваливаться бланк. А он провалиться не будет под вот этим вот весом. Джокер, кстати, 120 миллиметров. Так что, в принципе, уже можно говорить о том, что это довольно взрослый ключ. Сотки и 120-ки этим спиннингом можно нормально проводить. Заброс. Вот, кстати, покажу, как работает бак. Вот максимальный вес по воблер. Оп. Ну, джокер хорошо летает, даже против вето. И пошли делать проводку. Специально делаю неправильную проводку джокер. Делаю ударную. Ничего нигде не валится. Чуть-чуть смягчается вершинка. А дальше включается довольно жесткое, скажем так, вторая треть удилища. Которое позволяет нам четко, прогнозируемо делать рывок. Вот, показываю. Нигде ничего, естественно, не валится. В принципе, честно говоря, можно по твичу ставить и более упористые удара, и более тяжелые, естественно, потому что джиговый тест на другой. Но, вот тут я уже не смогу прогарантировать, что, например, при ударной технике ловли на тот же Макс Кват палка не начнет подваливаться. Поэтому я аккуратно поставил 18, но прям могу гарантировать, что примерно половину пользователей скажут, что этот спинник нормальный дергат и Макс Кват. Тут все зависит уже от того, насколько сильно и ударно вы бьете по оперу в момент ввече. Вот, собственно говоря, про эту модель. Наверное, все. Следующая модель спайкера это 742МH. Тоже два теста. Первый тест это у нас 1242, это поджигу. И под твичу это 1023. То есть, в принципе, на мой взгляд, это основной универсальный инструмент достаточно большой воды. Когда мы ловим, условно говоря, можем половить на небольшой глубине щуку. Дальше мы уходим глубже на судака. Ну и, соответственно, как бы, если джиг у нас не работает, ставим твич. И уже твич он там ловим практически почти любым, даже крупногоуглером. За исключением, пожалуй, что пойнтера, ну и отчасти болезонга лонгбилла. Там нужна более мощная инструмента уже. Ну вот, показываю 12 грамм. Специально вот оснастил у меня, одна из моих самых любимых небольших компактных щучих приманок. Это ямовский такой висторочек хитрый. Вот, смотрим, как у меня работает вершинка на падение в этих вот 12 грамм. Ну, естественно, с забросом проблем не нет. Ну и сам твичер весит, как бы, да, надо понимать. Вот. А самое главное, что из-за строя у нас есть четкая возможность и понимание того, что летит нормально, летит, хотя и не супер далеко. Пальшин спиннинг, в принципе, короткий. Вот. Ну, так вполне себе достаточно и для лодочной ловли. А надо понимать, что 742 длина, это либо уже у нас лодочная ловля, либо ловля на небольших подоемах, где, в принципе, как бы дальние забросы не нужен. Ну и, давайте понимать, чудес не бывает. Потому что делать длинный спиннинг, который может твичить, ну, баба-ига против. Этого делать я не буду точно. Так. Собственно говоря, вот мы посмотрели, 12 грамм отбивается. Скажу больше, и 10 на том спиннинг, и 12 на том. Здесь вот течение, песочек довольно плотный. Я чувствую грудку. Вот. И это, на самом деле, хорошо. Это нам позволяет, как минимум, понять структуру дна. Вот. Дальше. Ну, не буду я показывать максимальный подрыв. Не имеет смысла. Поверьте, подорвет. Это, как бы, не джиговый инструмент с относительно мягкой вершиной. Здесь, в этом плане, все хорошо. Покажу я вам, как всегда, воблер. Воблер у нас начинается от 10 грамм. Поэтому, ну, кого бы вам показать. Так. Давайте я вам покажу Трикорол ЛДТ. Он чуть легче. Но, в принципе, уже должно быть нормально. Сейчас поставлю. Вот мой очень любимый воблер Трикорол ЛДТ. 88 СРФ. Так как мы на мельчке снимаем, сильно глубинные воблеры я не могу поставить. Просто не доведу. Вот. Поэтому посмотрим по нему. И как раз, опять же, хорошая лакомцевая бумажка, потому что Трикоролы не сильно упористые. Вот насколько вот этот вот инструмент может продернуть ударно и не выбросить из воды, как бы, минимальный свой размер приманки. Хорошо. Система дальнего заброса летит. Замечательно. Бьем. Ну, вот я делаю очень сильный бульвар. В жизни так не делают. Но показать должен. То есть, все нормально. Довольно жесткая вершинка. Черт и уверенно отработывает. Процесс идет. Все, в принципе, хорошо. На низах работу по луберу посмотрели. Все нормально. Давайте смотреть наверхах. Поставлю-ка я, пожалуй, болезок. Насколько я помню, он немного тяжелее, чем 23 грамма. Но, чтобы четко было понятно, что он и этот вес нормально отработывает. Вот прям специально поставлю именно его. Вот, это редкая окраска. Вот. Поэтому берем болезонг. По-моему, он весит грамм 25. И сейчас посмотрим, как он будет продергиваться именно этим спиннингом. Нормально или все-таки будет валиться. На самом деле, я с болезонгом не пробовал ни разу. Пробовал с MaxQuad. MaxQuad как раз весит 22 грамм. И там был маленький-маленький запас. Вот сейчас мы увидим, как он спасает. Так. Вешай больше, кидай дальше. Пошли. Нет, без проблем. Болезонг твичится абсолютно без проблем. Так сложилось, что эти спиннинги я в первую очередь на рыбе. На таких боевых рыбалках тестировал. Вот эти бочи в джи. Твич гонял, пробовал. Но вот, наверное, как раз в эту поездку посвящу ему времени Твичу. Твич будут еще кадры уважения хороших щек. Надеюсь, как он будет. Так, все, что рыбалки начали нацеплять. Что мы видим? Никаких провалов. Поверенные, хорошие удары. Вот. То есть сейчас я показываю, конечно же, вариант не осеннего, а летнего. Когда удар довольно сильный. И еще этот момент, что можно, естественно, в таком как раз ударном стиле, у нас проводятся рудеры и ререйнджи. Никак не призунка. Но они полегче, поэтому мне стало просто неинтересно. Бьем уверенно, сильно болезонг. Обычно. То есть смотрим вершину. Да, нагрузка есть. Но провалов еще пока нет. Но я бы сказал, что уже грани. Все, дальше уже сама вот вершинка, тонкая часть, начнет сильно валиться. Уже в нормальной проводке. Им такой танцующего выбора сделать не получится. Ну и не надо. У нас есть другие инструменты. Итак, третий представитель семейства Спайкер 2 742 длины в варианте Джиг и Твич это спиннинг класса Хэви. То есть длина у него та же, а вот тест у него абсолютно другой. По Джигу это 16.75, по Твичу это 12.32. Опять же, честно говоря, Твичевый тест, он здесь такой, относительно условный. То есть 32 я могу уверенно гарантировать, что спиннинг не будет валиться при ударной проводке. Получится Твичить, скажем так, более тяжелыми или упористыми вуглерами вперед. Никаких проблем нет. Здесь разбежка теста достаточно сильная. То есть спиннинг на самом деле работает 75 грамм. Но по Твичу, чтобы создать ему такую жесткость, пришлось его делать вот настолько мощным. Ничего не сделаешь с Соля Ви. Вот. То есть в принципе, в принципе, по струю это вот немножко упрощенный вариант скальдар. Вот. Скальдар у нас тоже мощный, который сделан до 35 грамм. Он примерно реальный его тест. Ну, грамм 60-то есть. Но я, правда, не сильно пытался 60 граммами работать. Скальдар. Здесь вот этот спиннинг я гонял по своему максимуму. Давайте смотреть. Вот у меня сейчас 16 грамм. 3,8 резинка. Это у нас Шакал Red Wave. Мой любимый. Делаем заброс. 16 грамм полетит дальше. Чем 10 и 12. Падение есть. Единственное, как я говорил, здесь милячок, поэтому падение я отслеживаю в основном только на первой третьей проводке. Дальше уже полтора-два метра падения нет. Но падение четко в руку. Хотя чувствительность именно в руку на низах здесь все-таки поменьше. Спинник по дубове, спинник помощнее. Чуйка здесь в целом на самом-самом низу именно чуйка в руку похожа. А вот вершинка как раз показывает получше. Ну, собственно, низа мы посмотрели. Низа видно отлично, но чувствительность чуть похуже, чем у тех, как я уже говорил. Вот. Верха дергать не будем. Ну, миляк, во-первых. А во-вторых, никакого смысла дергается, как я уже говорил, во всех трех моделях. Все это было реально проверено на ни одной рыбалке. Отвечаю. Вот. Теперь смотрим воблеры. То есть, собственно говоря, тест по воблерам здесь у нас от 12 до 32 грамм. Забыл 32 и 35. Вот. По итогу послали, кстати, 32, потому что 35 уже сильно подваливал упористый воблер мне бланка, и я решил ограничить с 32. Вот. Сейчас я ставлю 12 грамм. Вот. Мы его смотрим, как оно что работает. Ну и дальше. Максим. Давайте посмотрим, что поставить. Так, ну, 12 грамм. Даже вот не знаю, что у меня тут есть 12 грамм-то. Я люблю все крупное и убойное. Либо, наоборот, маленькое и легенькое. Так, 12 грамм. Давайте я поставлю какую-нибудь дайвочку из сакова. Она как раз примерно-примерно в этих весах. Вот. Если даже легче, я думаю, ничего страшного, если все работает. Моя любимая дайвовская сакура. В иных моментах это идеальный убийца судака. Рады, что-то сегодня вот как-то не очень. Смотрим. То есть у нас в руках брутальный убивальник. Вот реально, как бы, очень мощный спиннинг. Рассчитываю на силовую вашину, рассчитываю на подбросы, рассчитываю на трофей. Или на ловлю тяжелыми местами на большой гумии. При этом у меня воблерочек, дайвовская сакура. Примерно грамм она, по-моему, 11-10 точно скажу сейчас. Неважно. Поехали. Так, это воблер больше под легкий твич и под прямую проводку. Вот я специально прям сильно-сильно долблю. Я всегда, когда тестирую спиннинги, по низам стараюсь взять наименее упористый вариант, чтобы сразу выполнить какие-либо огрехи в строе спиннинга. Вроде пока вот огрехов нет. Хотя на самом деле их, конечно, нет. Я же это делал. Все тестировали до этого. До серийных моделей. Вот. Дергаем. Дергаем уверенно. Идет хорошо. Вот как работает вершинка. Вот. В принципе, уверенно сгибается. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что как раз именно строй этого спиннинга чуть более регулярный. Но это нормально. Чем мощнее инструмент, тем более среднего строя лучше выделать. Заврос легче. И контроль над работой приманки. Твичер. Дергает. Все хорошо. Теперь посмотрим по верхам. По верхам я хочу, наверное, взять ту же модель воблера. Который показывает скаля. Значит, сейчас с большим загублением я здесь физически не поставлю. Вот. Поэтому я возьму сейчас взрослый Мики. Очень тяжелый. Я, честно говоря, не помню. Грамм 60, если не больше весит. Вот. Очень тяжелый. И попробую провести его в довольно быстром темпе. То есть это будет сразу понятно и четко видно. Отрабатывает ли спиннинг свои верха. Именно в твичерном геопазоне заявленном. Сейчас увидите. Так. Вот он, Мики. Большая такая лопата. Уверенная. Вот. Сейчас мы его быстренько, быстренько под нагрузкой прогоним. Кстати, как и во взрослом скальде, вот этой модели 742H можно совершенно четко и уверенно ловить на упористые крэнки. Это я тоже закладывал. По одной простой причине. Вот, ну, приехал ты на водоем, хочешь джейк не работает, хочешь свитч не работает, а вот в этом крэнк, особенно глубоководный, может творить чудеса. Вот. Все мы знаем, что для крэнков, в принципе, нужна более регулярная устроя какая-нибудь подальспиннинга. И вот поэтому все мощные вот такие вот спиннинги, которые рассчитаны на там, крэнк 4 метра глубины, 5-6, они у меня все немножко поменьше. Ну и жестче вершинка, то есть чуйка в руку лучше. Заброс, улетела наша большая колбаса и начинаем быстро ее тащить. Быстро специально, чтобы показать, как же работает у нас бланк на очень-очень упористом воглере на скоростной проводке. На самом деле, конечно, не тот так скоростно водить не будет, но это именно чисто ради показа. Заброс и поехали. Честно говоря, это меня стоит форст 3500. Катушке уже тяжело. Вот. А спиннинг еще правильно, выверенно, равномерно гнется. Вот давайте даже попробуем побить. Речь твичинг таким боблером это извращение. Но, в принципе, вот у меня спиннинг, конечно, немножко уже подваливается. Но, поверьте мне, тут с такой упористностью не подваливаться будет, наверное, только швабра. Смотрим. Быстрее крутить не могу, и волшебный вырывает из воды просто. Ну, для понимания, вот такая же работа с краниками, с другими упористыми приманками, вот она работает вот так. Главите на здоровье, проблем нет. И подергнем. То есть, вот у меня рывки. Да, я его еле-еле сдвигаю. Но еще раз, я вам специально прям покажу закрестную спиннинг, покажу эту лопату. Я еле-еле сдвигаю вот эту мощнейшую, огромную лопату. То есть, в общем говоря, вот этот вот спайкер H-класса, 742H, с двумя тестами, 16.75 и 12.32. Еще раз хочу подчеркнуть, 32 это при условии ударного твича воблера с очень большой лопастью. Вот как-то так. Рекомендую использовать на большой воде. То есть, вот, например, завтра я буду уже на Чавасовском водохранилище, я лавить буду и на этой модели. То есть, у нас будет либо судак, либо твичинка. Твичинка это крупные 130-е воблеры, судак это глубина там 12-14 метров. В принципе, в течение сейчас сильно у нее будет грамм сорок. Вот, для такой рыбалки, вот, на мой взгляд, эта модель оптимальна. Есть некоторый минус именно у нее. Она все-таки как бы уже не пушинка. Если остальные спайкеры легкие и изящные, то это прям вот брутальный кол. Но, к сожалению, либо мы делаем спиннинг, который в брекетшем машине держит свои уверенно там 8-9 килограмм, и он будет все-таки обладать каким-то весом. Либо у нас будет соломка, которая, наверное, эти 8-9 килограмм не выдержит. Я предпочитаю первое, потому что все-таки надежность на рыбалке это одно из самых важных, короче-то. Не, небольшая, все, ну, подсохнули. Все, подсохнули уже сейчас. На верх, вытащи, коряга дальше, между нами. Эх, ты собака. Не, 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 не. Иди сюда. Все, протачил через каль. Паль. Лешечка. Лешечка. Да, ну. Паль, скажем, коряга, теряшка. Мелко жарил. Мелко жарил. Но на безрыбе и даже на куричь. Лешечка. 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 Судачок. Да, я так. Судачок. С восемнашки. О, червячок. Сколько садим? Двенашка? Двенадцатый. Ну, небольшая. Ну, уже начну. Тихо, тихо, тихо. Судачок. 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 Хорошо. Пустячок, а приятно. Собственно говоря, про спайкеры, наверное, все. Именно в варианте джиг и твич в одном инструменте. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Я буду в любом случае про все новинки рассказывать, показывать не за верха работы рыбок. Вот. Ну, и так смотрите наши фильмы, потому что мы не только снимаем что-то про удилище, а просто снимаем наши поиски на рыбалку, где этими или там другими удилищами мы ловим разную рыбу. Вот. В общем, нам это нравится. Все. До встречи. Темнеет. Наступает наше судачи время. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok